Всем привет! Меня зовут Рафаэль, вы на канале Слез Сатоши. Сегодня в этом обзоре мы поговорим про то, почему все-таки манипулятор есть, как долго продлится медвежка и какие новые цели хай-рынка мы увидим, а также в каком случае и когда манипулятор снимет свою маску. И то, о чем мы с вами обсуждаем на этом канале, будет очевидно уже всем, но будет поздно для тех, кто в это не верил. Итак, сейчас биткоин находится в восходящем канале. Какой таймфрейм не включи, восходящий. И на дневках, и на недельках, и даже локальный, если сейчас график рассмотреть, я здесь его вывожу. Все к тому, что восходящий канал у нас и биткоин будет расти, а также 30 тысяч долларов за биткоин. Так уверенно держится этот уровень. И пока мы еще не ниже, все говорят о том, что биткоин будет расти. Как только биткоин снизится ниже 30 тысяч долларов, да, многие, за кем вы следите, будут говорить о том, что а вот сейчас мы находимся в медвежьем тренде. Но тогда уже будет поздно, и альткоины, которые и без того подешевели достаточно существенно, стоить уже практически ничего не будут. Помимо этого, вы сейчас видите некоторый рост альткоинов на фоне бокового движения по биткоину. И это тоже не просто так. Как будет манипулятор использовать это, и зачем вообще так происходит, мы сегодня также поговорим. Я здесь выписал некоторые пункты, пока мои друзья все спят, решил с вами поделиться некоторыми событиями. Перед тем, как мы поговорим про биткоин, давайте затронем альткоины. Альткоины сейчас показывают некоторый рост, вокруг них эйфория возникает. Хотя откуда взяться эйфории, если та же корура, к примеру, стоила 8-10 долларов, а сейчас стоит в районе 2 долларов, и те, кто покупали в основном в 2011 году, сейчас находятся в убытках. Но нет, все равно присутствует некоторая эйфория. И такой отскок на альткоинах, он, разумеется, рождает некоторых фома. Вам страшно упустить рост и не заработать на этом росте. Есть много различных авторов сообществ, и мне приходится за ними следить. Следить за тем, какие у них мысли, ведь они, являясь лидерами тех или иных сообществ, по сути, отражают настроение в этих сообществах. Даже в нашем. Уже сегодня 60% верят в рост. А наше сообщество, ну, ввиду того, что я смотрю на рынок уже с, грубо, апреля 2021 года по Медвежьи, и с ноября-декабря полностью фиксировался в 2021 году практически, у меня 80% стейблкоинов в портфеле. Разумеется, наше сообщество и Медвежье. И при всем при этом 60% верят в рост. По моему мнению, многие авторы являются, по сути, некоторым индикатором. И мне приходится за ними следить. Когда я смотрю на то, как трейдеры, которые пришли на криптовалютный рынок, оценивают те или иные перспективы альткоинов по техническому анализу, не упоминая совсем про фундамент. Фундаментом является эмиссия, циркулирующий объем монет, цена покупки фондами тех или иных токенов, даты разлоков. И мне становится немножко от этого даже боязно. За тех, кто следит и слушает. Первое. Трейдеры, которые исключительно по техническому анализу торгуют биткоин. Да, пожалуй, это единственные трейдеры, за которыми можно следить, потому как по биткоину фундамент только один. Но и его они не учитывают. Есть такие вещи, как халвинг, циклы и так далее. Но самое главное, то, как имитировался биткоин. За первые пять лет имитировано более десяти, в районе 15 миллионов биткоинов. За оставшиеся 120 лет будет имитировано только 2 миллиона. И если предположить, что манипулятор, создав этот актив, сам манил первое время, то, разумеется, этот актив полностью манипулятивный. Именно поэтому мы так долго растем, засаживая в рынок, и так быстро падаем свечами, которые в течение суток опускают биткоин на 20-30%. Теперь, что касается авторов сообществ, которые анализируют по техническому анализу альткоины. Вот здесь совсем беда. По той причине, что, ну, вы прекрасно понимаете, что нельзя альткоины анализировать таким образом, глядя только на график. Типа, мы строим фибу, здесь покупаем, а здесь продаем. Но, мужик, когда на тот уровень, где ты ждешь цену, исключительно цену, скорректируется та или иная монета, ты даже не упоминаешь о том, что в этой зоне, возможно, массовые разлоки. И даже при этой цене у фондов по 500 иксов. Каким образом можно принимать решение о покупке этой монеты? То есть, стоит, скажем так, учитывать такие важные, фундаментальные вещи и не говорить об этом, но, по сути, преступление, и, скорее всего, закончится это не очень хорошим. По поводу фондов. Фонды продолжают инвестировать на криптовалютном рынке. И вроде как, если мы находимся в медвежке, почему они не находятся, скажем, в спячке? Почему они не проснутся тогда, когда криптовалютный рынок упадет на дно? Есть две причины на это. Первая причина, что медвежий рынок не продлится долго. То есть, все, кто ждут дно биткоина где-то в течение трех-четырех месяцев и вас будут ждать на этом рынке, чтобы вы все-таки купили, как это было, к примеру, в 2019 году, в начале, такого, скорее всего, не будет. И я сегодня объясню, почему. Что же касается фондов, которые инвестируют. Дело в том, что эти ребята сейчас находятся на рынке, который из себя представляет, по сути, дикий запад. Нет регулятора, криптовалютный рынок не регулируется. И пока сегодня у них есть возможность в сговоре, таким картельным сговором, нескольким фондам покупать у основателей проектов, якобы, или в действительности, так, по, к примеру, одному центу монету, при выходе на биржу иметь сразу же, в первый же день, 100 иксов. Даже если медвежий рынок продолжится, и эта монетка, выйдя по цене 1 доллар, упадет до 10 центов, у них даже при этой цене будет 10 иксов. По сути, фондам инвестировать на криптовалютном рынке даже в момент медвежки, по тем ценам, по которым они покупают эти монеты, выгодно. И именно поэтому они распределяют свои средства сегодня в активы, которые, по факту, есть возможность купить только им. Вам такие цены не предлагают. Поэтому постарайтесь не погружать себя в эйфорию вокруг того, что тот или иной фонд инвестирует очередные 100 миллионов или 1 миллиард долларов в криптовалютный рынок и стартапы, потому как они инвестируют совсем на других условиях, нежели чем предлагают вам. Почему биткоин не растет бесконечно? Зачем нужна эта медвежка? Ведь так просто. Все растет и все зарабатывают. Но дело в том, что медвежий рынок – это такая вынужденная мера. Без него манипулятор не сможет зарабатывать. Без него не существует ни один рынок. И на любом рынке чаще всего 80% участников рынка потеряют, а только 20% не более заработают. Так устроена математика. Есть, предположим, тот или иной актив. Я в него инвестировал доллар, кто-то еще доллар. Всего в рынке 2 живых доллара. И какая бы стоимость актива ни была, какая бы капитализация ни была у того или иного актива, все остальное, помимо 2 долларов, по сути, это воздух. И такая эйфория, она происходила в 2021 году. Сейчас самое время сдуться. Как долго может продлиться медвежка? Скорее всего, медвежий рынок продлится не более месяца. И погружение произойдет стремительно на не более чем один месяц. То есть на дне мы не будем находиться долго. Аналогия, самый простой пример – это то, что происходило в марте 2020 года на коронадампе. Что-то такое будет и в этот раз. Для чего это сделано? Дело в том, что крупному игроку, погрузив биткоин куда-нибудь в зону 14-18 тысяч долларов, не потребуется много времени на то, чтобы откупать биткоины. Скорее всего, они зададутся целью разочаровать рынок, чтобы произошла капитуляция на рынке. Но при этом объем биткоинов, который у них есть, по сути, можно и не восполнять. Они и так контролируют эмиссию. Краткосрочный обвал разочарования на рынке. И пока никто не верит. Рост, стремительный рост куда-то к отметкам в район 100-130 тысяч долларов за биткоин. По моему мнению, это и будет следующий хай рынка. Причем, скорее всего, произойдет еще до халвинга биткоина. То есть в этом цикле. Как я уже говорил, новый цикл выглядит чуть по-другому. В нем есть подциклы. Два подцикла мы уже увидели. Это рост с 2019 года биткоина с 3000 до 14. Потом обвал до 4 на коронадампе. Очередной рост до 61 тысяч долларов. Дамп, возможно, в зону 14-18 тысяч долларов. И третий подцикл будет как раз где-то с 16 тысяч долларов до 100-130 тысяч долларов. И в этом случае, скорее всего, это будет уже хай этого цикла, третьего подцикла, вот этого глобального цикла биткоина, который может быть продлиться чуть дольше, чем предыдущие циклы. А что будет после? После того, как мы достигнем хай по биткоину в зоне 100-130 тысяч долларов. Скорее всего, в этом случае, я думаю, что манипулятор и то, о чем мы с вами говорим, его методы, он сам себя будет разоблачать. То есть, грубо говоря, поставить себе задачу рассказать про манипуляцию под видом, какой-то журналист провел расследование и вот неопровержимые доказательства того, что на биткоине действует манипулятор. И таким образом, скорее всего, такой актив, как биткоин, уйдет в небытие и, скорее всего, его просто не будет. Да, такое возможно, я в это верю. Пузырили это, обман, мошенничество, да, можно назвать это все всеми этими словами. Но суть от этого не поменяется. Манипуляция, которая была, ее цель будет просто, грубо говоря, разочаровать в очередной раз рынок уже масштабно. А и в этот момент на тех активах, которые в будущем продолжат свое существование, крупный игрок, я думаю, будет иметь достаточно существенный объем криптовалюты в том или ином блокчейне или экосистеме. По моему мнению, очередной топ криптовалютного рынка будет выглядеть несколько по-другому, не так, как сейчас. Уйдут анонимные монеты и мы сейчас видим о том, что Европарламент проголосовал за отсутствие анонимных криптовалют, потому как они могут нанести вред. Нет, мы сейчас видим о том, что там наверху говорят о опасном уровне потребления электроэнергии блокчейнами с алгоритмом консенсуса Proof of Work. Сегодня биткоин потребляет электроэнергию, как потребляет, к примеру, какая-то отдельная страна, ни разу не маленькая, к примеру, та же Польша. И можно привести несколько разных стран, которые потребляют столько же электроэнергии, сколько потребляют все майнеры. И это, безусловно, проблема. Завтра сообщат о том, что электроэнергия и потребление ее находится на каких-то критических уровнях, и все это дело будет реализовано в Абхазии, дешевой электроэнергии. И там огромное количество майнеров. Но дело в том, что квоты, которые выделяет Российская Федерация при поставке электроэнергии, не учитывают наличие майнеров в этих регионах. И зачастую сейчас там из-за большого количества майнеров обычным гражданам не хватает объема электроэнергии. Происходят некоторые сбои. И это в целом будет происходить в будущем и представляет из себя большую проблему. Европейские страны отказываются от мирного атома, то есть от строительства атомных электростанций. И, по сути, рождаться какому-то новому источнику альтернативной энергии не из чего. Достаточно опасные виды электроэнергии сейчас обходят сторону, неиспотря на то, что они бы могли с лихвой покрыть потребность. И зеленая энергия, за которую сейчас все так активно топят, скорее всего, будет. Мы снова и снова будем слышать массу высказываний о том, что зеленая энергия и все, что потребляет большой объем электроэнергии, будет уходить с рынка. И я думаю, что за ним последует и биткоин, как паровоз потянет на дно все то, что потребляет электроэнергию. Только вдумайтесь, осталось наманить 2 миллиона биткоинов за следующие 120 лет. Халвинг каждые 4 года. Чтобы манить эти биткоины через, к примеру, 50 лет, какое количество майнеров и какая мощность этих майнеров должна быть. Сколько электроэнергии будет потреблять вот этот пул майнеров. Я думаю, что блокчейны с алгоритмом консенсуса Proof of Stake, несмотря на то, что они не являются децентрализованными сегодня и не являются анонимными, это то, что нужно по сути мировому сообществу и финансовой системе. Поэтому такие блокчейны будут существовать, да, такие как Ethereum, который перейдет на Proof of Stake, Cosmos, блокчейн токен Atom, Polkadot, Solana, Avalanche, NIR Protocol и многие другие, я думаю, продолжат существовать и развиваться. Но в тот момент, когда биткоин погрузится резко на дно, разумеется, и цену их токенов это также коснется все. Тогда с какой целью сейчас происходит некоторый отскок альткоинов? Альткоины растут и многие думают, что либо продолжится альтезон, либо биткоин сейчас улетит на 100 тысяч долларов. Когда растут альткоины, у вас возникает вот эта фома. Монеты, в которых сидят и крупные фонды, и манипуляторы, должны давать профит при фиксации. Если бы монеты просто падали без отскоков, то крупному игроку пришлось бы продавать их, по сути, за ноль без профита. Но если в короткий промежуток времени вздернуть альткоины, в сжатый промежуток времени, как можно выше, то это вовсе не будет означать, что альткоины продолжат расти. Нет, просто эту цену вздернули, чтобы с каких-нибудь хотя бы высот дальше разгружать те объемы, которые у крупных игроков есть. Именно это сейчас, по сути, и происходит, по моему мнению. И когда мне задают вопрос, Рафаэля, как ты думаешь, капитализация того или иного альткоина может ли и дальше расти? В пример можно привести, просто как пример, токен Астар, проекта Астар Нетворк. Может ли он стоить один доллар? Сегодня эта монетка от 10 центов в течение буквально недели выросла до 25 центов, то есть 32,5-3 икса. Будет ли она доллар? И все очень просто, все то, о чем мы обычно говорим на моем канале. При стоимости в доллар нужно посчитать просто капитализацию этого проекта. Если сейчас мы на самом деле находимся в медвежьем рынке, и этот медвежий рынок продлится каких-нибудь там полгода еще, после этого начнется рост и скорее всего расти будет только биткоин, ну или практически только биткоин. И крупный игрок будет выращивать свою валюту, за которую, за дорогую, они потом будут покупать дешевые альткоины. И понятно, почему это логично. То такие монеты, как Астар и многие другие альткоины, скорее всего, будут болтаться по дну гораздо дольше, чем биткоин. Если предположить, что альткоины не будут расти какое-то продолжительное время, к примеру, год-полтора, то в этом случае в циркулирующем объеме токенов Астар будет все больше и больше. Максимальная эмиссия 2 миллиарда монет без учета инфляционной модели. Каждый год на какой-то объем токенов будет становиться больше, потому что этот блокчейн с алгоритмом консенсуса Proof of Stake. Но даже если предположить, что в циркуляции будет примерно полтора миллиарда монет, то при цене 1 доллар, там, после медвежки, капитализация этого проекта должна будет быть в районе полутора миллиардов долларов. И сегодня, пока еще, некоторые монеты с такой капитализацией и кажется, что полтора миллиарда это не так много. Но на секундочку постарайтесь просто представить, сколько это в денежном выражении. Посмотрите стоимость заводов, крупных, мануфактур, которые производят продукцию и поставляют ее по всему миру. Полтора миллиарда, это достаточно немаленькая цифра. И я думаю, после медвежьего рынка альткоины еще не скоро в такой массе своей будут показывать капитализацию соизмеримую с такими цифрами. Всем хорошего настроения, друзья, на связи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok